Всем привет! Хотел показать бритву одну. Подготовил под заказ клинок от компании Gryphon Catlerico. Это американская компания, которая имела фабрику в Германии в начале 20 века и выпускала такие вот интересные бритвы. Бритвы были запатентованы в США. Именно рецепт стали, именно сами модели бритв. Есть патенты 1900-1910 годов. Именно такие бритвы я сам коллекционирую. Не помню, обзора у нас не было на канале, но как-нибудь сниму, покажу, расскажу. А может и был, и вот не помню. Если был, то вставлю ссылку в аннотации. Бритва номер 60. Там разные модели были у Gryphon. Но Gryphon 60 одна из самых распространенных. Просто их довольно тяжело найти в нормальном состоянии, чтобы не сточенная была, без коррозии. Вот этот вариант такой один из лучших за последние воды, который попадался. Вот на лицевой стороне клеймо Gryphon 2X и номер 60. На оборотной стороне клеймо Gryphon Cutler Works в названии их фабрики и Германия. Вот. Также здесь есть на хвостике инициалы NK или HK. Но я не знаю, что это значит именно на этом грифоне. Потому что на других я этих инициалов никогда не встречал. Может быть их поставили для магазина, который торговал этими бритвами. Либо магазин назывался как-то вот как-то аббревиатура или хозяин магазина. Также здесь есть большая гравировка на все полотно. Здесь написано Carbomagnetic и написано, что именно этот рецепт стали зарегистрирован и запатентован в США. Вот. Carbomagnetic сделан так, стилизованно, в молниях. Вот. И это как бы фишка вот этих вот всех грифонов Carbomagnetic. У них идет номантизированная сталь. Вот я не знаю насчет рецепта стали, если здесь какие-то уникальные добавки. Но именно эта сталь, она так довольно прилично магнитит. Вот. И по тем временам, в эпоху агрессивного маркетинга по опасным бритвам, как раз начало 20 века в Америке, вот их рекламировали как бритвы, которые намного дольше держат режущую кромку. И в некоторых рекламах даже были такие смелые заявления, что эти бритвы не надо вообще никогда точить. То есть достаточно один раз их качественно заточить. И потом, благодаря вот этим магнитным свойствам, режущая кромка будет сама восстанавливаться. и ее достаточно будет просто править на кожаном ремне. Вот такой вот маркетинг был. Выпускали их довольно много. Вот. Ну вот один из таких образцов. Здесь великолепная геометрия. Как можно видеть, ее вообще не точили. Фаски поверху нету. Вот фаска понизу тоненькая, аккуратная получилась. Вот выборка между полной и половиной. Внутри как бы я тебе ее вытестил. Вот ручка здесь, по-моему, черный пластик. Не бонит, как ставили в те годы. Вот многие компании, а именно пластик. Один из первых. Вот клинышек. Белый пластик тоже. Тридные шайпочки. Оригинал. Я их не снимал, не разбирал. Решил оставить все в оригинале. Вот. И получается в комплекте чехол идет. Чехол, конечно, немножко потрепанный жизнью, но он оригинальный. Он целый. Можно хранить бритву, пользоваться. Как для хранения и для транспортировки. Вот. Ну и тут всякие картинки именно фирменные. Их есть. Вот. Кстати, вот на некоторых клинках, вот как на моем экземпляре из коллекции, грифон стоит на Эрле. Такая вот картинка с грифоном. Здесь грифона нет у этого экземпляра. Вот. Ну и получается сами магнитные свойства. Но он действительно магнитит. Я взял для примера первый попавшийся вот низко бритв своего стола рабочего. Вот. Вот. И взял самый обычный саморез. Я без понятия, из чего он изготовлен. Обычный металл какой-то. Вот. Просто дотрагиваемся любой частью бритвы до самореза. И вот он уже, получается, висит в воздухе. Вот. Тут на нем немножко пасты абразивной. Но вот. Место без пасты. Если за него браться, цепляется и висит. Вот. А если пытаться его примагнитить обычной бритвой. Вот. Радио Майт. Одна из таких тоже редких американских бритв. Абсолютно. Никак. К саморезу. Вообще никак. Или вот. Шведка есть. По-моему. Халджастренд. Да. Маленькая шведка миниатюрная. Тоже по нолям. Даже не пытается. Вот. А эта бритва. Тут достаточно вообще любой частью дотронуться. Все. Он сразу поднимается вверх. Ну такая вот особенность. Не знаю насчет самовосстановления. Но. Что интересно. Я этот грифон по-всякому гонял. Не именно этот, а свой. Свою бритву. Ей уже, наверное, лет пять, а то и шесть. Как я ее вообще точил. Я ее с тех пор ни разу не перетачивал вообще. Вот. И это одна из моих постоянных бритв, в которой у меня бревется. То есть там есть некоторые англия, кандеровские мои любимые бритвы. И вот грифон. Когда надо быстро побриться. Там что-то с полки взять. Вот. Беру грифон. Просто оправлю на ремне. И просто отлично бревешь. Поэтому, как бы, я думаю, тебе более чем понравится бритва. Интересная, красивая. Вот. Ну, да. Я еще забыл показать тесты. Под конец видео покажу. Ну и сегодня, наверное, отправим. Вот. Грифоны. Видное место занимали в американской, скажем так, ну, не иерархии клинковых бритв. Занимали видное место на рынке клинковых бритв в США. Вот. У них были свои магазины крупные. Была своя крупная фабрика. До сих пор, если смотреть на Google Maps, на стенах их фабрики остались огромные вывески с надписью перефон 2X. Ну, не знаю. Может, на 2022 год их уже закрасили. Вот. Ну, вот на 2018, наверное, или 2017, когда я там смотрел. Они все еще оставались. Вот те самые винтажные 20-30-х годов. Вот. Ну, распуск проходит. Обычный тест тоже от легкого касания, в принципе. Ну, плюс она такая, она звонкая. И в бритье она не супер мягкая, она такая шелестящая. Своеобразный рез имеет, но очень мягенький. Очень мягенький. Мне очень нравится. Ну, надеюсь, тебе понравится. Ну, конечно, это хорошая коллекционочка, потому что в таком состоянии агрефоны нечастые. Вот. Все. Как отправлю, напишу.